Собрание – это место, куда люди приходят не только, чтобы увидеть друг друга. Они приходят не только для того, чтобы услышать проповедь, чтобы попеть вместе, помолиться, отдать то, что они приготовили в корзину. Собрание – это место, друзья, свободного общения, когда мы можем делиться друг с другом благословениями, которыми Бог нас благословляет в жизни, или каким путем Бог нас ведет, что Он делает, и какого Бога знаю лично я в своей христианской духовной жизни. Я не знаю, что вы взяли для себя из первого часа сегодняшнего общения нашего, но если вы были предельно внимательны к тому, что говорил Господь, вы должны были заметить то, что Бог открывает Себя как личность абсолютно в разных вариантах. Я несколько текстов хочу прочитать из Писания для того, чтобы мы могли для себя это понимать. Когда Бог послал Моисея для того, чтобы он вывел народ израильский из Египта, Он сказал, спросил у Господа, а если они меня спросят о том, а кто ты такой? Кто ты такой Бог, во имя Которого ты пришел? Что мне сказать? Как мне им объяснить? Помните, что сказал Господь? И сказал Бог Моисею, Моисею Богу, вот я приду к сынам Израилевым и скажу, Бог отцов ваших послал меня к вам, они скажут мне, а как ему имя? Что сказать мне им? И Бог сказал Моисею, я есим сущий. И сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам. Друзья, о чем говорит этот текст Писания? Этот текст Писания говорит, что Бог говорит о том, что Он есть явно существующий во вселенной. Он не придуманный, не выдуманный. Он явно существующий, присутствующий во вселенной. Под этим именем скажи, что я есим, я тот, который говорил к вашим отцам. Когда мы читаем многие тексты Писания, один из них прочитаем книгу Псалтырь. 123-й Псалом, 8-й текст. Помощь наша. Дальше что написано? В имени Господа, сотворившего небо и землю. Этот текст Писания открывает нам, что Бог является творцом всего существующего. То, что мы видим и того, что мы не видим. Он Господь. И здесь этот текст открывает, что Он является творцом. Но это все как-то далеко. Как-то бы ближе этого Бога приблизить. И Иоанн говорит нам, что не единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил того, кого никто не видел никогда. И видеть не может. И вот является Иисус. Он умирает на кресте. Он возносится к Своему Отцу. Принимает всю славу и всю власть. И апостолы проповедуют. Во имя Иисуса Христа проповедуют. И этот известный текст, который мы читаем в Деянии апостолов, в 4 главе 12 текстом, «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Этот текст открывает нам, что имя Бога нашего, оно содержит в себе спасение человека. Имя Иисуса Христа. Но более того, когда мы откроем послание филиппийцам, известный текст написано, «Посему и Бог превознес Его выше и дал Ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено». Братья и сестры, о чем говорит этот текст для нас? Этот текст для нас говорит о том, что придет день. Это 17 глава Деяния. «Ибо Он назначил день». И вот этот день приближается. Вот почему люди в страхе. Вот почему мир в унынии. Потому что рыжий всадник, он в действии. Мир взят с земли. Но этого мало. Будет конь вороной. Когда голод придет. И об этом говорит текст в Писании. Что делать тогда? А вот и тогда нужно уповать на Него. На Господа. Потому что в имени Господа оно крепкая башня. Убегает праведник и безопасен. Друзья, когда мы бежим? Беженцы, когда мы бежим? Те, кто прибежали в Америку 25 лет назад или 25 дней назад. То были беженцы, и эти беженцы. Это совсем другое. Но когда люди убегают, тогда, когда опасность. Друзья, когда мы ищем Бога? Когда печет. Припекает очень сильно. Вот тогда Он очень сильно нам нужен. Мы много Ему обещаем. Мы много Ему лжем. А потом, когда беда минует, мы снова возвращаемся на свои круги. Точно так и сейчас. Мы думали, пройдет пандемия. Мы думали, многие вещи улягутся. И мы снова вернемся на свою жизнь, на свои круги. Пойдем в свои бизнеса. Пойдем в свои работы. Друзья, не обманывайтесь. Кольцо сужается. И время Божьих судов приходит. И мы должны быть к этому готовы. Поэтому я так хотел бы, чтобы мы никогда не забыли, что мы имеем во Христе. Мы имеем возможность и способность убежать от Божьего гнева. И сокрывшись в нем, почувствовать себя. Вот тот 90-й псалом, который сестра сейчас рассказала, почувствовать себя в безопасности только во Христе. Как же мы счастливы, что мы имеем Христа. А во Христе мы имеем все. Поэтому не дрожите за свою земную жизнь. Земная жизнь закончится. Земная жизнь очень скоро закончится. И может быть, раньше, чем мы думаем, Бог позаботился о нашей вечности. Он позаботился о нашей душе. И в имени Господа наше спасение закрыто. Счастлив тот человек, который успел убежать туда, спрятаться в нем, в саркофаге, и укрывшись в этом реакторе Божьем, чувствовать себя, что наконец-то я safe. Я в безопасности. Пусть эта песня, друзья, еще раз напомнит нам, что время летит очень быстро. И нужно успеть укрыться у Христа. Иначе погибнешь. Иначе погибнешь. Время быстро летит скорым поездом, кто его в силе остановить. И кто миром наполнит наш дом земной, и от бед, кто нас всех защитит. Имя Господа, имя Господа, воззови и отступит беда. Это имя великое, Господа, пусть оно будет в сердце всегда. Все народы в великом волнении, только Бог всех, как прежде, зовет. Во Христе, предлагая спасение, жизнь в избытке Он верным дает. Имя Господа, имя Господа, воззови и отступит беда. Это имя великое, Господа, пусть оно будет в сердце всегда. Имя Господа, имя Господа, призови и отступит беда. Это имя великое, Господа, пусть оно будет в сердце всегда. Башня крепкая Чистым сердцем без зла и без ропота, кто тернистым проходит путем. Имя Господа, имя Господа, вас зови, отступит беда. Это имя великое, Господа, пусть оно будет в сердце всегда. Имя Господа, имя Господа, вас зови, отступит беда. Это имя великое, Господа, пусть оно будет в сердце всегда.